Балтуринская школа Впрочем, грустить в одиночестве нашему герою больше не придется. Запросы на дружбу в соцсетях Александру Малясову валятся один за одним. Дайте ему месяц-другой, и благосфера взорвется новой яркой звездой. Кижмарю всегда есть что повидать миру. Просто пока дядя Саша занят немного другим. Вот и пришло время подвести итоги третьего сезона. На самом деле мы не сделали ничего неординарного. Просто подарили компьютер одинокому человеку и стали учить его им пользоваться. Побывали на курсах компьютерной грамотности для пенсионеров. Устроили дяде Саше фотосессию. Александр Юрьевич, вы в каком стиле больше любите съемку? Нуар, пинап, я не знаю. Как получше сделать? Не узнаю, остальное ты мне сказал. Ню, да? Историю Малясова, мы надеемся и верим, наши зрители воспримут как некую видеоинструкцию. Ведь сколько их таких по белу свету. Дети выросли и разъехались радостей в жизни. Только старенькие телевизоры и черно-белые фотокарточки. А тут новый дивный мир. Все как на ладане. Наталья Кустаркина, Сергей Косолопов. Мы надеялись, что в группах кижмарей-переселенцев мы найдем кого-нибудь из старых знакомых Малясова. Мы не ожидали, что он узнает каждого второго. Раскидал ангарцев по свету. Красноярске, Край, Новосибирская область, Москва, Питер, заграница. Глаза разбегаются. Кому написать, чтобы встретиться, дядя Саша долго не мог решить. Но в конце концов, все удалось. А потому что есть что вспомнить. Вообще, я работал в двух школах. В Таежном и Волтурино. Ну, немного в общей сложности, 15 лет. Не было проблем было. Ни теплого туалета. Вы сами представляете, 50 градусов мороз. Не было тира. Ну, все-таки. Не было клуба. Тир построили, клуб. Ну, вот с ребятами своими руками. Что касается проекта «Дари добро», у меня несколько, скажем так, неоднозначные чувства. Во-первых, есть некая ностальгия. С другой стороны, весьма приятно видеть своих душой близких людей. Тем более, в таком проекте само даже славосочетание «Дари добро», оно говорит о некой бескорыстности. Нам пора прощаться. Но нам не хочется. И мы не станем. С Александром Маясовым телеканал «ИНИСИ» теперь дружит крепко и надолго. И что-то подсказывает, что мы еще не раз с ним увидимся. Виктор Самусенко, Артем Струговец и Сергей Камашев. Новости.